Всем привет! Днепр на связи. 28 февраля, 10.56 и у нас вновь завывает воздушная тревога. Была она и поздно вечером, и ночью. Тревог было достаточно. Вот и сейчас началась. Давайте обо всем по порядку. Что у нас было ночью? Ну, примерно где-то в 2 часа ночи во время сигнала воздушной тревоги сообщили о ракете на Павлоград. Почему Мина Павлоград? Откуда берется эта информация? Ну, лично я не знаю. Затаили дыхание, ждали самого плохого, но затем сказали чисто. Одни источники дали такую информацию, что ракета где-то там в Донецкой области приземлилась, потому что под обстрелом мощным вновь был Покровский район Донецкой области. Кто-то заявил, что в области было громко, и жители слышали взрыв. Официально никак эту информацию не прокомментировали. Официально глава областной военной администрации Сергей Лысак рассказал нам о том, что ночью под артобстрелом находилась Миревская громада Никопольского района. Указал на то, что по одному из сел было выпущено более чем 15 снарядов. К счастью, смертоносная залезяча не задела людей. Все целы. Ну, об этом и нам сообщили. На этом и спасибо. Также он сказал, что в целом по области без прилетов. Игнат нам рассказал о том, что вечером и ночью было применено 10 беспилотников типа Шахета Нижегерань-2. ПВО работало в Одесской и Николаевской области. Все 10 беспилотников были сбиты. Также указал на то, что обломки сбитого в Одессе дрона повредили трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры. Там случилось замыкание и возгорание. Об этом сообщил городской совет Одессы. Обошлось без пострадавших, а пожар ликвидировали. Ну, вот те видео, которые постили местные одесские паблики, с этим не согласны. Там был звук прилета мощнейший, слышен. При этом возгорание, детонация и так далее. Ну, здесь как бы вот так. Ну, верим Игнату. Что, Игнат нам врать, что ли, будет? Он же Юрий. А такие люди не врут. А что еще, друзья, из интересного? Представляете себе? Проулок Шевченко, соборный район нашего города. Местные жители сообщили в полицию, что нашли хвостовик противотанковой гранаты, который торчит из клумбы. Вот реально фотография просто клумба и торчит. Такая штукенция огромная. На место приехали эксперты взрывотехники. Демонтировали, забрали на экспертизу. Ну, представьте себе, идешь по городу, а такая байда. Взорвется, не взорвется. Скоро растяжки везде уже будут и в центре города, да? Там Кривой Рог, Никополь. Скоро и у нас растяжки везде будут. Прикольно, что. Весело живем. Да что далеко ходить он. В Кривом Роге задержали нацгвардейца, который продавал оружие. Был у него автомат Калашникова. Решил он его продать. Ну, полиция сделала контрольную закупку. 900 долларов дали. Автомат забрали. Ну, и хлопца забрали с собой. Теперь вот решают, что с ним делать. Что еще из интересного ютформ-пространства? Лидер демократов в Сенате Шумер заявил, что мы не можем ждать еще 2-3 месяца, потому что мы, вероятнее всего, проиграем войну, и НАТО распадется. Очень важно для США помочь Украине прямо сейчас. Вот что он сказал. А боец Легиона Свобода Денисов в эфире телемарафона заявил о том, что россияне наступают на всем участке фронта. От Работина до Вербового. У них полное преимущество в артиллерии. Молотят из всего, что есть. Вот так. А еще проснулся у нас Кулеба. И знаете, что выдал? Это вообще. Хоть стой, хоть падай. Интервью изданию «Голос Америки» он заявил. «Мы подпишем в США соглашение о гарантиях безопасности, только если они дадут нам помощь». То есть ультиматум ставим, что подпишем, если нам дадут помощь. Офигеть. Я бы после такого вообще сказал бы Кулеба. Давай лопату бери и иди воюй. Ну, как-то так. Еще, почему утром был сигнал воздушной тревоги, друзья. Многие источники написали о том, что был взлет трех Ту-22М3, которые двигались в сторону Черного моря на пусковые рубежи. И в 5 утра, когда вот написали, что там 15 минут до вероятных пуска в ракет, готовимся. Была такая информация, что без угроз развернулись, летят в обратном направлении. Одни источники сказали, что, скорее всего, прилетят днем делать пуски, как это было недавно. Ну, а тот известный человек, самый большой канал в Украине, который все смотрят, сказал, что все борты совершили отворот. Один борт доложил о вероятном нисходе ракеты. Неудачный пуск. Комиссию по пускам отменили. Нисход ракеты. Ну, а два остальных чего не запустили. Ну, то есть тут непонятно. Еще у нас издание New York Times заявило о том, что снижение призывного возраста может поставить экономику Украины под угрозу. Как и в большинстве бывших республиках, в Украине мало 20-летних. Рождаемость резко упала во время глубокой экономической депрессии 90-х годов, говорится в материале. Из-за демографического спада сейчас в Украине втрое больше мужчин в возрасте 40 лет, чем в возрасте 20 лет. Призыв в армию большего числа мужчин в возрасте 20 лет сократит рождаемость. Ну, я говорю, что скоро нас не останется. В общем, такие, друзья, дела. У нас сейчас продолжается сигнал воздушной тревоги. Надеемся на скорый отбой и на спокойный день. Желаю вам всего доброго. Берегите себя. И до нового выхода на связь. Спасибо за внимание.